С жилищной проблемой столкнулся и еще один инвалид. Уже несколько лет сиротей Елене Слеповой место жительства заменяет хозпостройку в одном из гаражных кооперативов Ленинского района. В это трудно поверить, но в таких условиях инвалид второй группы проживает и зимой. Почему женщина оказалась заложницей бюрократии, выясняла Анастасия Куклева. Здесь телевизор, здесь чайник, вот сковородка, вот тут вот у меня продукты лежат. Маленькая комната, она же кухня и спальня. Вот так выглядят апартаменты 21 века. В этот сарай на окраине Ленинского района Елена Слепова переехала месяц назад. Раньше инвалид второй группы несколько лет была вынуждена ютиться в гараже напротив, но оттуда пришлось съехать. Продают гараж, там хозяйка, вот поэтому мне председатель дал этот сарайчик. Раньше, говорят, электрок здесь были, электрок и щечки. Мне как дали, вообще пустой. Говорят, ну я все перетащила, председатель мне сказал, говорит, что перетащи все сюда. Этот сарай председатель гаражного кооператива сдала Елене в аренду. Правда, сколько будет платить за проживание, женщина пока не знает. Но в любом случае признается, в сарае гораздо лучше. Здесь нет сквозняков и есть электричество. Правда, Елене пришлось установить новую дверь за свой счет. Женщина, говорит, подрабатывает как может. Я здесь убираюсь в территории, вот, по всей территории убираюсь, там, где что, обжигаю, где что, убираюсь. Вот он мне дал вот этот сарайчик. История ее скитаний началась еще в 90-е годы. Тогда Елена выпустилась из специализированного детского дома и как сирота должна была получить квартиру. Но вместо положенного жилья оказалась на улице. В Министерстве строительства заверяют, женщина стоит на очереди и свое законное жилье скоро получит. На сегодняшний день контракты заключены государственно по приобретению жилых помещений. Жилые помещения строятся. Мы в городе Саратове до конца года ожидаем получения порядка 360 квартир. В это число войдет и слепая Елена Анатольевна. Если жилые помещения будут сданы, значит, соответственно, в основном порядке мы предоставим жилое помещение по договору о специализированном найме и слепой Елене Анатольевне. Елена говорит, она в очереди уже 219-я. И надеется, что в ближайшее время квартиру ей все-таки дадут. Правда, судя по движению очереди, а год назад женщина была 266-й претенденткой на новое жилье, ждать придется еще долго. А пока Елена готовится к очередному суровому испытанию – к зиме. Ведь ее новое жилье хоть и кирпичное, но отопления в нем все равно нет. Анастасия Куклева, Дмитрий Черненков, РЕН-ТВ, Саратов.